Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех с Санкт-Петербурга, с Черной речки. Я сейчас на том месте, где происходила дуэль, последняя Пушкина с Дантесом, и где Александр Сергеевич получил свое, вот это последнее и смертельное ранение. Да, здесь вот железнодорожные поезда проходят, электропоезда и включены. Место такое довольно интересное, я сейчас постараюсь вам показать. Вот здесь сам памятник, такой обелиск, посвященный как раз памяти поэта, и вот той самой, как бы, исторической такой дуэли, злополучной. Ну ладно, Александр Сергеевич, он, в общем-то, такой был. Да, гениальный поэт, но характер, конечно, у него был человека невозрожденного такого и очень скандального такого плана. Он часто выходил на дуэли, да, и знаете ли, вот это стало последней его дуэль. Вот на Черной речке такое, такое памятное место. И вот снова я здесь, в Петербурге, на Черной речке. Вот, кстати, перечитываю, Толстого я в Туле перечитывал, а сейчас Пушкина как раз, его стихотворение про монаха и беса, как раз вот стихотворение монаха, как, значит, там, он просмеял, как монах, там, перекрестил, там, этого беса и оседлал его, и путешествовал в Иерусалим. Ну, это из жития святого Иоанна Новгородского. Он так, как бы, переначал. Вот, и, кстати, хорошая иллюстрация. Я, когда о суевериях рассказываю, то как раз вот именно это стихотворение обычно я вот в пример привожу как раз, как хорошую иллюстрацию. Вот, и молюсь в эти дни за Санкт-Петербург, молюсь о северной столице, о духовном пробуждении. Тем более, что этот год, 19-й год, он у нас обозначен как год столетия вот этого как раз православного такого обновленческого такого союза. Он называется и назывался союз «Друзья церковной реформации». Я надену все-таки, потому что здесь довольно прохладно в тени. На солнце жарко, а вот в тени прохладно. Вот, тем более, после болезни еще вот эти дни переболел. Но, слава Богу, по милости Господню, вот снова здрав и имею возможность выходить в эфир с утренней молитвой. В 6 утра подключайтесь как раз к прямому эфиру из Санкт-Петербурга. И, да, с 6 до 7 часов вот как раз в это время как раз я и провожу с хлебопреломлением, с предчастием, с ехаристией. Вот, друзья, и благоставляю всех вас, благоставляю Санкт-Петербург. И, вспоминая вот столетний вот этот юбилей друзей церковной реформации, который вот здесь начинался, ну, в Колпино и в Петрограде, на берегах Ижоры, получается, да, и Невы. Как раз, да, здесь на севере зарождалось это движение. Обновленческое вообще братство, православное обновленчество родилось официально вот 96 лет тому назад в Москве, но зачиналось, зарождалось именно здесь, на берегах Ижоры и Невы. Черной речке в том числе и так же. Да, вот в этих местах зарождалось православное обновленчество. Вспоминаю добрым словом всех друзей церковной реформации и тогда, сто лет назад, и сейчас. Вот, ушедших в вечность вспоминаем, знаете ли, как вот написано в Писаниях, послание к евреям, вспоминайте наставников ваших, да, которые проповедовали вам Слово Божье. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, потому что Иисус Христос написан дальше вчера, сегодня и вовеке тот же. Так что, да, есть кого вспомнить, есть кому подражать, вере, есть на чем учиться, на каких ошибках учиться. Также есть, вспоминаю, Александра Боярского в эти дни как раз, ну и в течение этого года. Его часто добрым словом вспоминал и буду вспоминать, потому что Боярский, именно как раз Александра, он был у истоков в Петрограде здесь и в Колпино. Вот этого союза, этого объединения такого неформального, потом и формального, друзья церковной реформации. Да, сто лет назад, 1919 год, сейчас на дворе 2019 год, да, прошло сто лет. Вот, и тогда в Колпино и в Петрограде вот этот союз, этот кружок, вначале там духовенство, союз прогрессивного духовенства и мирян назывался. Также, ну, как бы неформальный, потом и формальный такой союз. То есть, это все были священнослужители и прихожане церквей колпинских и петроградских. Кстати, сейчас Колпино это уже часть Петербурга, поэтому, в принципе, это все один город. Хотя, как сказать, вот я в Колпино был в том году, допустим, там пиццу заказывали или что там, не помню, нет, не пиццу, что там заказывали. По городу бесплатная доставка. Когда узнали, что с Колпино, нет, просили еще доплаты. То есть, хотя это формально город, но, как бы, значит, юридически, но по-прежнему еще относятся как к загороду, как бы, к другому городу. Вот, да, Колпино сейчас это Петербург, это часть Петербурга, вот, и тогда это был другой город, Ижорский завод, такой огромный, да, и известнейший в то время. Вот, и там, как раз вот на Ижорском заводе, в Колпино, Александр Боярский и проповедовал, будучи священнослужителем. А потом в Петрограде, потом в Петербурге, в Петрограде. В Петрограде он был настоятелем одно время даже Исаакиевского собора, кстати. Да, собор Исааки Далмацкого в то время стал символом православного обновленческого движения, православного обновленчества. Кстати, я даже публиковал уже об этом информацию, и там такую фотографию, ну, как картинку такую с Исаакиевским собором обозначил как раз тоже. Надо будет еще раз перепостить. Вот, друзья, благословляю всех вас, молитесь о Петербурге. Здесь, в северной столице, где начиналось православное обновленчество, оно начиналось здесь. Родилось в 23-м году в Москве, вот мы готовимся к 100-летнему юбилею. А свое второе начало, возрождение свое, обновленчество получило уже в Киеве в конце 2000-го, начало 2001-х годов. Да, почти 20 лет тому назад, дамы и господа, слава богу. Вот так вот, и ваш покорный слуга, значит, я имел честь быть как раз у истоков вот этого возрождения православного обновленчества на постсоветском, построссийско-имперском пространстве. Слава богу. Так что, да, начало было здесь, начало рождения в Москве, возрождение в Киеве, да, на берегах Днепра. Да, слава богу. Вот, и молюсь сегодня, чтобы здесь, в Петербурге, в Колпино, да и вообще по всему северо-западу, по этому огромному региону, и Финляндии также, потому что и Финляндия тоже тогда вот в те годы при царском еще самодержавии, и сразу после падения царизма тоже была группа православных священнослужителей прогрессивных. Вот, ну, все смотрели, конечно, на Петроград, на столицу когдашнюю, вот, и именно здесь, в 1905-1906 годах, вот этот Союз, как он назывался, а, Союз 32, его так назвали. Он никак не назывался вообще-то, это его потом назвали так, Союз 32, да, но, правда, их было потом уже 46, уже священнослужителей. Это было 32 священнослужителей изначально, которые петербургские, и петербургской епархии, которые как раз выступили с воззванием таким в прессе о необходимости реформ административных, таких религиозных, политических, значит, и даже вероучительных. Знаете ли, ну, как бы это довольно робко было заявлено, но все-таки было заявлено, по крайней мере, отказ от цезарепопизма, от такой Ахиллесовой пяты, знаете ли, да, нашей, слава Богу. Вот, и отказ, кстати, от цезарепопизма, он неизбежно влечет за собой самые широкие реформы, потому что, знаете ли, потому что через цезарепопизм как раз подчиненность Церкви Государства, то бишь, вот все беды в православии-то в основном-то и, как бы, они появлялись и появляются. Но Господь по милости своей, вот, дал нам жить в то время, когда не просто, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, вот, но, вот, Церковь Христова обновляется. Уж католики, у них, казалось бы, проблем, я думал, ну, как бы, еще там раньше, побольше нашего проблем, но они гораздо нас обогнали в этом и в обновлении. Протестанты, католики давно уже идут путем реформ, обновления, а у нас, а у нас, а у нас, а воз и ныне там. К сожалению, очень косность большая и традиционализм, и цезарепопизм этот мешает, и много чего мешает, вот, но самая большая беда, конечно, что большинство нашего брата, священника, священнослужителя, люди невозрожденные свыше, вот о чем я молюсь, о духовном возрождении, потому что если слепые ведут слепых за собой, ну, куда вся эта процессия может пойти? Вот, это адский полк, будем так говорить, это все шествие в ад. Но, дамы и господа, если прозревшие будут вести прозревших за собой, это в Царство Божье шествие уже, вот, это уже райский полк. Так что, друзья, вот, и благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот, по утрам подключайтесь, пока я здесь в Петербурге, сейчас буду стараться каждое утро в 6 утра выходить в эфир, вот, с утренней молитвой с 6 часов утра, значит, и, ну, так, около 7, так, буду завершать уже. С хлебопреломлением, с причастием, с эйфористией. Вот, даст Бог послужим литургию тоже здесь, как раз вот в Петербурге. Вот, буду в разных церквях, разных конфессий, разных динаминаций. Петербург, чем он уникален, наверное, в России, был всегда исторически, с самого своего зарождения, да, люблю Петра творения, знаете ли, да, с самого зарождения здесь особенно судьба у города. Он как закладывался, как изначально, как город многоконфессиональный. Не моноконфессиональный, а многоконфессиональный, действительно, да. И есть об этом даже документ исторический, самого Петра Алексеевича, вот так вот. Да, друзья, вот, спасибо Господу за все, спасибо вам, братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господне. Вот, кстати, по православному календарю продолжается Пасха, так что Христос воскрес таки, воистину Он воскрес и живой, Он спаситель, целитель наш, освободитель. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, спасибо Богу за все. Пусть Бог благословит вас всех. Кстати, как по скриптум, да, завтра мне уже 50 исполняется. Да, настоящий 50-ник буду я завтра уже. Вот, ну мы отметим в семье мой день рождения попозже. Вот, значит, я сейчас в поездке здесь вот на севере. Вот, но, да, особенно не люблю эти, честно говоря, празднества. Вот, и даже в Библии дни рождения обычно, если лет там и встречаются, то, ну, в нехорошем, как бы, таком контексте, честно говоря. Вот, поэтому я в этом плане разделяю даже мнение свидетелей головы там и других некоторых конфессий, которые, вот, ими там религии, динаминации, которые, ну, на этом вообще внимания не застряют. Не празднуют подобные вещи. Вот. И знаете, друзья, скажу, что за эти 50 лет моего бытия на этой земле, да, и больше 30 лет уже служения православного священнослужителя, я, ну, и не за что Бога поблагодарить. За все, за все хочу Богу славу воздать. Вот, и завтра даст Бог, может быть, даже здесь, на утренней молитве, сразу после утренней молитвы запишу видео тоже, вот, посмотрим. Завтра буду еще в центре города. Вот, пусть Бог благословит вас. Пишите, друзья, особенно петербуржцы, особенно кто с Питера, или проживает в Питере, или в гостях сейчас в Питере, напишите мне, вот, на e-mail, значит, там, или там, Viber, WhatsApp. У меня по номерам, ну, по номеру российскому, в частности, есть, по украинскому номеру есть, вот, поэтому пишите. Вот, и финансово участвуйте в служении. Тоже вот сейчас я купил за тысячу рублей как раз вот штатив, на котором сейчас я, собственно, снимаю это видео. Спасибо Богу и благодарю всех участвующих в служении. До встречи, с Богом! Аллилуйя, 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 вот, посмотрите, здесь северная природа, она, интересно, северная красота, она такая неброская, в отличие от южной, но очень красиво. А сегодня вообще солнечно, для Питера вообще благодать это. Вот здесь дома большие строятся. Кстати, вот здесь бы иметь мастерскую, кстати, очень хорошо бы. Прям с видом на парк, наверное, оттуда будет вид очень хороший, кстати. Для мастерской прям идеальное место. И вот здесь будет. Отдых. Продолжение следует...